Добрый день, уважаемые коллеги! Я рад вас приветствовать на нашем новом вебинаре. Как хорошо меня слышно, поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, если слышите меня хорошо и видите. Так, ну вот, вижу первые плюсики, значит, все нормально. Итак, коллеги, я хотел бы, как всегда, сказать несколько вводных слов. Во-первых, перемотайте, пожалуйста, чат в самое начало, и там вы увидите две полезные ссылки. Первая из них – это ссылка на расписание наших вебинаров на первое полугодие 2017 года. По этой ссылке вы можете зарегистрироваться на все наши вебинары, которые пройдут до конца июня текущего года, а также посмотреть записи предыдущих вебинаров. Вторая ссылка – это ссылка на наш видеоканал в YouTube и надпись о том, что запись этого вебинара тоже появится на этом канале. Поэтому всем, кому интересно, я прошу подписаться на наш канал с тем, чтобы своевременно получать уведомления о новых записях вебинаров. Ну, кроме того, на этом видеоканале располагаются учебные видеоролики и много другой интересной видеоинформации. Для тех, кто хочет скачать сегодняшнюю презентацию, обращаю ваше внимание, как это можно сделать. Вот не знаю, будет ли видно или нет, вот та стрелочка, которую я сейчас проведу. В правом верхнем углу вы увидите ряд инструментов. Это кнопочки, поднятая рука, смайлик и третья по счету кнопка в виде открывающейся папки. И, нажимая последовательно на эту кнопку, вы открываете и закрываете окно ресурсы. Вот в этом окне ресурсы есть три наших ссылки, которыми вы можете воспользоваться. Они повторяют практически то, что в начале чата было воспроизведено. И презентация, которую можно скачать. Презентация обозначается слева значком дискетки. Для того, чтобы скачать презентацию, надо нажать, обращаю ваше внимание, надо нажать на значок дискетки. Не на название файла, не на саму строку, а на значок дискетки. При этом вам будет предложено скачать эту презентацию. Ну, не знаю, как автор этой презентации. У нас, в принципе, общее правило действует. То, что презентацию можно использовать, ну, разумеется, с указанием на автора презентации и на то, где она прошла. Откуда вы ее взяли? Так, сейчас я сотру стрелочку, которую нарисовал. Я хотел бы пригласить вас на вебинар, который пройдет послезавтра, в пятницу. Это будет мой вебинар. Я буду там ведущим. Он будет посвящен нашему проекту, открытому проекту арт-портала и, ну, тоже почти открытому проекту арт-отеки. И будет посвящен новым проектам, которые вышли за последние 4 месяца в нашем вот этом вот подписном сервисе арт-отеки. Много интересного появилось, поэтому приходите, посмотрите, будет интересно. Ну, и последнее, что я хотел бы сказать, что все присутствующие на данном вебинаре получат бесплатный именной сертификат. Вам в течение 1-2 дней, вам на почту придет письмо со ссылкой. Эта ссылка будет ввести на наш портал. На нем надо будет либо зарегистрироваться, либо войти под вашим аккаунтом. И там вы увидите ссылку на скачивание вашего именного сертификата. Ну, собственно, вот и все. Я остаюсь с вами в чате. А сейчас приглашаю в эфир нашего сегодняшнего спикера, Дмитрия Кречмана. Все время забываю, как Дмитрия представить. Директора по маркетингу компании Гиперметод. Дмитрий, вы в эфире. Я ухожу, оставляю вам слово. Коллеги, тоже, может быть, начнем не с прыщков, а с минусиков. Если вы не слышите или не видите, поставьте минусик. Ну, если и то, и другое, конечно, два минусика. Чтобы у нас просто чат был такой. А если все хорошо, просто улыбнитесь. Да, вы меня совершенно верно поняли. Спасибо. Итак, спасибо большое Павелу за то, что на меня представил в очередной раз. Спасибо вам, коллеги, что вы посетили наше скромное мероприятие. Надеюсь, какие-то элементы пользы от него все-таки будут. Но есть вещи поважнее, чем наше мероприятие. Я, конечно, хотел всех поздравить. Поздравляю вас с светлым праздником, что воскресенье. Поэтому всех с праздником. Христос во Воскресе. Дальше мы пойдем по теме нашего семинара про проектное обучение. Вот прямо, да, спасибо за смайлик. С чего бы хотелось начать? Ну, естественно, с проектов. Вот прямо на центральном слайде я постарался представить некие варианты проектов, которые мы, может быть, отчасти хотя бы обсудим. Ну, я имею в виду классические такие примеры. Консерватория, аспирантура, мошенничество, афера, суд Сибирь. Помните, наверное, вот люди моего поколения замечательно помнят, может быть, кто на концерты бывал. Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золотая мебель, суд Сибирь. Это такие проекты как бы жизненные, в некотором смысле. Но что их всех объединяет? Первое. Есть, безусловно, что? Участники проектов. Второе. Есть некие последовательности действий, да, и реперные точки в них, какие-то этапы этих проектов. Ну, консерватория, все начинается с консерватории, в которой надо что-то поправить. Есть ресурсы, мебель, золото, суд, золото, мебель, извините, зубные протезы, это все ресурсы проекта. Есть некая оценка, суд, да, и в частности, вот в этих проектах. Есть некий результат, достигаемый, это Сибирь, да, некое портфолио условно. Вот с этой точки зрения, это максимально, наверное, лаконичное представление о понятии проекта, не в части, определение, да, ну вот на основе жизненного примера. Но поскольку мы все-таки с вами говорим о системе электронного обучения, ну, в частности, я представляю компанию под названием Гиперметод, и платформа нашего, наше электронного обучения, называется E-learning Server 4G, она используется во многих учебных заведениях, и в крупных, и в мелких, и в разных, в том числе, вот там, в Уральском федеральном университете, в Православном свято-техновском университете, в Московском государственном строительном университете, ну, во множестве разных организаций, учебных и неучебных. И вот для ряда из этих организаций мы и разрабатывали, и внедряли там модуль под названием проектное обучение, модуль, который позволяет использовать, ну, безусловно, не такие примеры, как на слайде, а более приближенные к учебному процессу в организации учебной деятельности, ну, в данном случае студентов. Ну, не только, кстати говоря, и в учебных заведениях, и в ряде промышленных компаний подобного, такой модуль используется. Ну, дальше, может быть, будет по-понятию, когда я об этом буду рассказывать. Итак, хотелось бы начать, конечно же, вот с самой среды. Итак, Елена Алексеева, как любая классическая система управления обучением, она позволяет сформировать учебные программы, графики обучения, сформировать учебные материалы, обеспечить доступ слушателям, учебным группам к этим учебным материалам, соответственно, с учебными программами, образовательными программами, проводить в электронном виде, конечно, удаленно, проводить текущий промежуточный контроль, итоговую аттестацию, вести некий учет нагрузки на преподавателей. То есть все эти функции, которые являются классическими для стандартной ЛМА-системы, и наверняка в ваших учебных заведениях также используются. На выходе, естественно, некие результаты образовательного процесса. Вот задача моего сегодняшнего перед вами краткого выступления, попытаться рассказать, а как проектное обучение соотносится с этой классической схемой. В контексте, конечно же, электронного обучения, внедрения современных образовательных технологий, потому что мы с вами привыкли, что все-таки образовательная программа – это максимум коллективной дисциплины в определенном объеме, а все-таки метод проектного обучения предполагает несколько иную, я бы сказал, даже существенную организацию учебного процесса с одной стороны, а с другой стороны предъявляет заметные требования к возможности самоорганизации деятельности слушателя или студента в среде проектного обучения, предоставляя ему возможности реализации своих задач, которые перед ним стоят в рамках этого проекта, через средства коммуникации, через доступ к электронным библиотекам, к образовательным материалам в соответствии с заданной целью в рамках этого проекта. Главная его задача – это организовать свою собственную деятельность, деятельность других участников, если в проекте множество, он не один, а несколько участников, и привлечь правильных экспертов, консультатов к этому проекту, а не только руководителя дипломного проекта или руководителя практики, и представить этот результат в рамках всей этой электронной среды для того, чтобы он мог быть доступен другим участникам и оцениваем. Вот, собственно говоря, про такие задачи в рамках электронной среды и будет идти мой краткий разговор и демонстрация. В первой части я кратко несколько слайдов покажу для нашего общего базиса с вами, во второй части уже покажу, как это выглядит в связи с самой системой электронного обучения. Что же такое проект, из каких сущностей он состоит в рамках среды электронного обучения? Ну, первое, теперь мы расшифровываем тезисы консерватории зубных протезов Суда и Сибири, уже на примере информационной и инфологической структуры вот этого небольшого понятия, как проект в среде электронного обучения. Первое еще он состоит, естественно, из участников. Из участников, которые работают по некоторому плану, включенному в проект, с материалами исходными либо с материалами, которые они создают в рамках этого учебного проекта. Используя для этого инструменты совместной деятельности в рамках этого электронного пространства, выделяемого под проект. Участие информационно-образательной среды учебного заведения. Среди участников проекта можно выделить, ну, даже вы знаете, вот часто в школе, да, тоже популярная тема проектное обучение, но там в школах, например, да, как правило, все-таки это проекты, которые выполняются одним участником, ну, с одним наставником или ментором, или экспертом, или там руководителем, по-разному можно назвать. То есть они там в основном индивидуальные. Наш в УЗИ же в большей степени акцент делается именно на развитие навыка коллективной групповой работы, потому что на производстве действительно проекты это, ну, включать в себя не одного, а там даже не двух или не трех, а там десятки участников, как правило, может и больше, да, и вот эти навыки, в том числе и управленческой деятельности, которые выражаются не только в профессиональных, но и управленческих компетенциях, которые развиваются в рамках этого проекта, должны быть представлены и оценены, главное, что в рамках этой деятельности, вот в модуле проектного обучения на базе нашей платформы. Итак, какие участники, как я уже сказал, сами участники проекта по ролям, которые им отводятся, ну, например, если мы говорим про IT-проекты, это там системный архитектор, бизнес-аналитик, программист, там с разными тоже профилями деятельности, там фронт-энд программист, бэк-энд программист, тестировщик, технический писатель, вот примеры тех ролей, которые могут существовать в рамках проектной деятельности при разработке IT-проектов, например. С другой стороны, есть так называемые модераторы проектов, то есть те люди, которые обладают большими полномочиями по отношению к обычным участникам, которые оценивают деятельность людей, направляют их в ту или иную сторону для решения, для успешного решения той задачи, которая в целом стоит перед проектом. Опять же, они могут называться по-разному, ну, тут хоть горшком назови, только в печку не ставь, но тем не менее, вот в системе они называются модераторы, то есть те, кто определяет поведение и деятельность в целом участников проекта, это могут быть наставники, эксперты в какой-то предметной области, которые привлекаются. И инструменты, которые используются для организации взаимодействия различных участников, потому что они, понятно, что они сидят все в одной комнате, мы говорим про электронное обучение, где люди дистанционно удалены друг от друга не только географически, но и по времени в разных часовых по лесах могут находиться. В принципе, технологии это абсолютно позволяет. Это такие инструменты, как форумы, чаты, те же самые вебинары или видеочаты, средства для совместной работы над документами в стиле Вики, например, новости проекта. Вот все это, все основные категории и составляют тот базис, на котором может быть построена реализована методология проектного обучения. Но для больших, например, проектов это базис, но в рамках этого базиса, над этим базисом, вернее, могут существовать прикладные инструменты. Ну, тот же Microsoft Project или какие-то другие средства организации, там, визуализации, организации информационных составляющих проектной деятельности никто же не отменял, поэтому, естественно, в дополнение к тем инструментам, о которых я сказал, могут использоваться и другие, и по-хорошему-то они используются, и другие инструменты, которые позволяют придать этому проекту уже в большей степени профессиональные, профессиональное такое звучание. Вот такие основные инструменты, я постараюсь вам показать, как они реализуются непосредственно на платформе электронного обучения. Да, коллеги, вопросы вы можете задавать. Единственное, что я просил бы вас, чтобы они не потерялись в общей материале с плюсиками, задавать их на отдельной вкладочке под названием «Вопросы». Это будет, ну, так, для меня проще, да, по крайней мере, на них отвечать, потому что в чате не всегда, вот в этом потоке можно определить, определить, быстро найти, там, и прочитать, да, тот или иной вопрос. Поэтому, прошу вас, можете задавать их прямо сейчас, по ходу дела, чтобы не забыть. Ну, двинемся дальше. Ну, вот на что бы я еще обратил внимание на пару вещей. Ну, первое, первое, это то, с чем связано понятие проекта. То, с чем связано понятие проекта. Ну, я уже говорил о том, что одно из компонентов, да, там, социального слайда, это такая ключевая сущность, как суд. Суд – это оценка деятельности, по большому счету, да, оценка деятельности. А ведь мы сами знаем, что даже в ГОС, там, три-три с половиной, и сейчас, там, с двумя плюсами, будет использовать понятие компетенции. Компетенция или компетентность, применительная к конкретному субъекту, это наблюдаемое в практической деятельности свойство человека, да, это могут быть профессиональные свойства какие-то, там, знания, нормативных документов. Это могут быть управленческие компетенции, ну, понятно, да, там, умение управлять людьми, там, умение формулировать правильно задачи и прочее. Это могут быть и компетенции, связанные с личностными характеристиками, ну, там, стрессоустойчивость, да, что это такое. И понятно, что с помощью каких-то систем электронного тестирования достаточно трудно оценить, например, личностные компетенции или, отчасти, управленческие компетенции, потому что все это достоверно проявляется лишь только в результате деятельности по реализации себя в рамках вот этой практической деятельности на рабочем месте или, вот если мы говорим о своем проекте, в рамках этого проекта. Поэтому важно то, что для нас с вами, как и для методистов, для людей, которые организуют учебную деятельность, проект дает возможность в значительно большей степени, чем с помощью ЗУНов, да, или с помощью ЗЭТов, соответствующих, да, этих кредитов, оценить компетенции, связанные с профессиональной или управленческой, или личной компетенцией того или иного человека. Все эти инструменты также есть у нас в платформе, сегодня как бы тема не про них, но важно вот это заметить, что именно проектная деятельность в рамках электронной платформы дает возможность автоматизированно применять методы оценки в рамках модели компетенции специалиста, которые могут давать достоверный результат. Это вот также очень важно и важно, безусловно, и для потенциальных работодателей, те, которые могут на этот результат посмотреть и понять тот специалист, который будет на выходе, он, достаточно ли он пригоден, да, для того, чтобы выполнять непосредственно в своем рабочем месте ту деятельность по направлению подготовки, которой этот слушатель был подготовлен. Не всегда четко произноются слова, извините, но, может, я тут головой в разные стороны мотаю и как-то, да, как-то не очень четко говорю, простите. Вот. И второй момент, на который бы я хотел обратить внимание, что проектная среда, как мы уже могли догадаться с предыдущего слайда, поскольку мы говорим о проектном обучении в рамках среды электронного обучения, проектной среды электронного обучения, то в базисе, естественно, никто не отменял какие-то электронные учебные курсы, учебные предприятия того или иного плана. Как мы поняли уже, помимо курсов и проектов в среде электронного обучения, может, вполне закономерно, а для того, чтобы она эффективно работала и должна присутствовать модель компетенции специалиста, которая не просто декларирует какие-то требования, она и может сопоставлять эту модель компетенций, деятельность конкретного слушателя с теми требованиями, которые к нему предъявляются, которые к нему предъявляются со стороны рынка труда. А также важная составляющая... Простите, тут у меня какие-то заморочки с видеокамерой, секундочку, прости. Да, извините. Нормально сейчас видно, да? У меня какие-то сбои проходили по связи. Вот. Сейчас слышно, да? Да, да, спасибо. Вот. Дополнительно я бы обратил еще на две вещи внимания. Безусловно, это и из требований в ГОС, в принципе, да, и текущих требований к образовательному процессу следует, что вообще-то результаты проектной деятельности, они не просто оцениваются, и не просто там пятерки, двоихи, тройки, да, они, поскольку они, ну, в некотором смысле вещественны, да, это не знание, это конечный конкретный результат работы, видите, там, если мы говорим про IT-проекты, программное обеспечение, там, работающего макета или чего-либо еще, они к ним, там, прилагается, да, должен, пока не должны документы отчета, то есть прилагаться, результаты, которые не то чтобы заслуживают, а обязательно должен быть помещен в электронное портфолио, куда, помимо учебных результатов и, там, спортивных, например, достижений, вполне логично и обоснованно могут быть добавлены и результаты проектной деятельности, в том числе, кстати говоря, и оценка по проектной деятельности, да, оценивание моей деятельности в рамках проекта как специалиста, со стороны моих коллег, например, с кем я работал, а не только наставника или ментора, кто руководил моим проектом. И последняя компонента, о которой бы я хотел сказать, если она называется профессиональное сообщество, мне показалось, что это важно, достаточно выделить ее среди других информационных компонентов среды электронного обучения, естественно, я говорю о профессиональных сообществах, создаваемых в рамках этой среды электронного обучения. Почему? Потому что проектная деятельность сама под себе подразумевает не только степень свободы достаточную, но и возможности организации взаимодействия с экспертными сообществами или отдельными экспертами для достижения результата в рамках этого проекта. Понятно, что среда должна быть открыта, да, не только с точки зрения программного кода, но и с точки зрения доступа к тем знаниям, которые хранятся не только в виде электронных курсов или обычных курсов, но и в виде экспертов в форме человеков, простите за такое хульгарное слово, человеков, специалистов в той или иной деятельности и доступа к ним через систему электронного обучения, через портал электронного обучения. Вот такие компоненты проектной среды обучения присутствуют у нас на портале, портале электронного обучения, который называется E-Learning Server 4G. И следующая моя задача в течение 20-25 минут, показать вам, как это выглядит действительно на портале. Если нет вопросов на текущий момент времени, я тогда уже переключусь на непосредственно демонстрацию среды электронного обучения с компонентами проектного обучения. Коллеги, пока я переключаюсь, вы можете совершенно спокойно задать вопросы. Мне тут какие-то кнопочки нужно понажимать, для того, чтобы продемонстрировать. Так, вот, да, мне система сообщает, что идет демонстрация, да. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если все, вы видите мой рабочий стол. Да, все, отлично, спасибо, видно. Итак, у меня для вас несколько примеров заготовлены. Вот, начнем с простого. Это система электронного обучения под названием E-Learning Server 4G. В рамках этой системы обучения организуются процессы электронного обучения, а также и очного, но с точки зрения управления учебным процессом. Сейчас мы в системе находимся как преподаватель. А так, вообще-то в системе много ролей. Это, естественно, администратор, это менеджер базы знаний, о котором мы отдельно будем еще чуть попозже говорить. Разработчик учебных курсов или электронных ресурсов. Преподаватели, модераторы проектов, да, вот помните про них, говоря, менеджеры по обучению или методисты. Менеджеры проектов, которые организуют вообще в целом все проекты. Я, как слушатель, ну да, вернее, давайте посмотрим сначала на преподавателя еще чуть-чуть. Для меня, как для преподавателя, я наблюдаю за деятельностью моих слушателей, вижу, как они проходят обучение, по каким дням они учатся у меня в системе, какие-то планы учебные на текущий момент времени, там присутствуют учебный курс, какие-то мероприятия, вебинары, электронные тесты запланированные по проведению, какие-то календари мероприятий. Все это компоненты среды электронного обучения, какое количество работ на проверку ручную, да, сдано. Все это вот в рамках среды электронного обучения. Для меня же, как для слушателя или студента, который проходит обучение, ну где-то близко, да, по основным компонентам, это планы занятий мои на текущий день, когда мы говорим про учебные курсы, какие-то, опять же, календари, когда я могу посмотреть, что там запланировано на будущее, например, да, или что было в прошлом. Там какие-то опросы, информационные ресурсы, которые есть в базе знаний по тому направлению подготовки, по которому я прохожу обучение. Ну, здесь все это представлено. Но среди прочего разного есть отдельно, конечно, перечень тех учебных курсов, по которым я прохожу обучение, вот он, я перед вами. Если учебный курс завершен, то, может быть, выставлена какая-то оценка, я здесь ее вижу. Внутри, опять же, учебного курса есть какие-то активности, например, там, тестирование, изучение раздела 1, тестирование, там, итоговое произвело, помните, мы говорили про промежуточный контроль, да. Есть, естественно, прогресс, то есть индикаторы показывают мой текущий результат и, например, лучший результат по среди тех слушателей, которые учатся вместе со мной, для того, чтобы я мог сравнить скорость освоения учебного материала по отношению к другим. Ну, вот как здесь, наверное. Ну, и какие-то оповещения, объявления, которые связаны со мной, с моей учебной деятельностью. Это вот все про курсы, ну, вы, наверное, представляете это во многих системах. Но есть отдельная вкладочка, которая показывает не только учебный курс, но и проекты, в которых я участвую. Я, как слушатель, могу одновременно участвовать в нескольких проектах. Ну, в данном случае, в конкурсе, там, лучше по специальности, например, я могу участвовать, это тоже проект, да. И, например, в проекте под названием «Производственная практика». Давайте посмотрим поподробнее, что это, что это такое и из чего он состоит. Ну, проект «Производственная практика» включает в себя некий набор учебных материалов. Вот они здесь справа, да, есть вкладочка такая, которая показывает, обеспечивает мне доступ к информационным материалам в рамках этого проекта. Есть план мероприятий этого проекта и сервисы, с помощью которых я организую или я участвую во взаимодействии с другими участниками. Это новостная лента проекта, это форум проекта, где мы можем что-либо с вами обсуждать с другими участниками проекта. Это блог, вики для совместной работы с документами, чат, в котором мы можем, ну, початиться, да, условно. Доступ к контактам участников проекта, сообщения, ну, типа моментальных сообщений, которые приходят мне непосредственно вот в мой личный кабинет, видит эксперт всплывающих окошечек. И общее файловое хранилище, где я могу размещать свои документы, для того, чтобы другие участники проекта могли их скачать к себе, например. Соответственно, это то, как видит это обычный участник проекта. Давайте посмотрим, как это выглядит со стороны менеджера проекта. У менеджера проекта есть такое понятие, как проект-но-офис. Проект-но-офис – это категория, это, ну, условно, справочник всех проектов, которые есть в области его видне, в области его деятельности. Вот тот же самый конкурс «Лучше по специальности», та же самая производственная практика, но не только, да, там есть еще какой-то проект по технике безопасности. Есть список участников всех проектов. Участники, в каких проектах они участвуют, соответственно. Я, как менеджер проектов, могу добавлять в любой проект любых участников из тех, которые зарегистрированы у меня на портале. Ну, например, вот у нас Наталья Савелова не участвует ни в каком проекте, я могу его, ее назначить в проект, ну, например, там, конкурс «Лучше по специальности». Вот, теперь она там у нас с вами присутствует. Что кроме этого? Среди проектов, ну, например, та же самая производственная практика. У нас в производственной практике есть сейчас 6 участников, чтобы вы могли заметить. Часть из них – это обычные участники, и часть – это модераторы, то есть эксперты, привлеченные для работы с проектом. Участники и модераторы. Вот они здесь у нас представлены на вкладке вот сверху. И общий список всех людей, кто может выступать модераторами, то есть руководителями проектов. Также у проекта есть с тюрьминем менеджера перечень материалов, которые в проекте используются, ну, например, там, устав проекта или какая-то книжка электронная. Ну, давайте посмотрим из библиотеки. Электронный. Ну, вот, тут книжка про Android. Сейчас подгрузится. Странички, да? Мы можем ознакомиться. Участники проекта могут, как я уже говорил, и выкладывать сюда свои собственные материалы. Вообще, в целом, в портале есть такое понятие отдельное, как база знаний. Еще я про нее как бы расскажу, потому что есть специальный вид проектов, проектов ориентированных в эту вось. Но, тем не менее, в данном случае, эта книжка, она сформирована не непосредственно в самом проекте, она взята из доступных ресурсов базы знаний, как бы из библиотеки, да? Ее отдельно не загружали. Для того, чтобы взять что-либо из библиотеки общей базы знаний и включить в себе проект в качестве материала, мне достаточно просто перейти на вкладочку все ресурсы базы знаний, выбрать, найти тот ресурс, который мне необходим, ну, например, там, справочник по C-Sharp, и нажать галочку «Включить, использовать внутри проекта». Теперь в рамках этого проекта у нас появился дополнительный справочник по C-Sharp, и все участники проекта видят, что есть такой общий документ, который используют в рамках этого проекта. Следующая категория информационная, про которую я говорил, помимо информации, да, это план мероприятий, план взаимодействия или основных точек рейперных в рамках нашего проекта. Ну, например, в нашем проекте какие мероприятия? Установочная встреча в формате вебинара, то есть использованием инструмента такого, как вебинар. обсуждение целей работы в группе, ну, в нашей проектной группе. Для этого используется форум для организации деятельности, куда имеются доступ все участники. Чтение какой-то там технической или какой-то установочной литературы, ну, например, того же справочника по C-Sharp, или каких-то других документов, которые мы включили в блок информационных ресурсов проекта. Дальше, по итогам чтения, некий мозговой штурм, обсуждение в формате форума и защита проекта, опять же, в формате вебинара. Эти мероприятия могут быть привязаны к конкретным датам, как вы видите, да, здесь вот они, там, 1 апреля, там, 19 апреля, могут быть не привязаны, да, мы можем обсуждать цели и до начала проекта, и после ревизию какую-то делать, например. Можем также посмотреть на все эти мероприятия в рамках календаря. Ну, вот у нас из мероприятий на календарных, на текущем момент времени, в рамках текущего месяца, установочная встреча 1 апреля и 19 числа у нас, то есть сегодня защита этого проекта. И еще раз повторю, что для организации деятельности мы также можем использовать, как я уже говорил ранее, и другие, не обязательно только форумы, да, но и другие инструменты взаимодействия, новости, форумы, блоги, вики, чаты, мгновенные сообщения, общее пространство для работы с документами. Вот таким образом и организуется деятельность участников, то есть участников проекта. Если это один участник, естественно, он сделает все это для себя в индивидуальном плане, если участников несколько, и между ними существует распределение по ролям, тогда они получают доступ к общему хранилищу информационных ресурсов, они получают доступ к возможностям наполнять это хранилище, совместно работать с документами. В общем, все то, что мы делали бы и так, например, используем Google Docs, что, кстати говоря, тоже сюда это все подключается. Вот таким образом. Второе, на что бы я хотел, вернее, дополнительное, на что бы я хотел обратить внимание, проекты, условно, можно разделить на, ну, как бы, две основных составляющие, две основных вида, извините. Первое, это тот вид, который мы сейчас с вами обсуждаем, когда некие в проектном офисе, менеджерам проектов, создаются проекты для конкретных людей или для конкретных групп. Тогда у менеджера проектов есть функции назначения этих людей, кто будет наставником в этом проекте, кто будет обычным рядовым участником. И в проект люди назначаются. Но есть другого рода проекты. Здесь на портале называется профессиональные сообщества. И на слайде я тоже про это говорил. Когда все основные инструменты, они точно такие же, то есть тоже те же самые блок информационных материалов, тот же самый блок мероприятий, учебных, там, набор сервисов для взаимодействия. Но в проект попадают люди не те, которых назначают, хотя это тоже возможно, а те люди или сотрудники, для которых тема этого проекта близка, для которых связана с их непосредственной деятельностью или с областью интересов или экспертизы. Ну вот, давайте посмотрим. Например, я вошел под некую отчетную записью, правда, это запись Натальи, ну вот она так выглядит, какая-то, и у нее в личной карточке указано, что у нее есть интересы, то есть чем она интересуется. Подбор персонала, программирование техникой безопасности, управление персоналом. И области экспертизы, то есть то, чем она зарекомендовала себя, как большой эксперт. Это видение развития стратегии развития. Это будет означать, что как только появляется участник на портале электронного обучения, и у него определенные области интересов или области экспертизы, это означает, что он автоматически попадает как раз в это профессиональное сообщество, либо в виде эксперта, либо обычного участника такого специализированного вида проектов, как проект с типом профессиональное сообщество. Что нам с вами это дает? Это дает то, что, например, на вкладочке базы знаний, помимо доступа к рубрицированным материалам, которые в базе знаний присутствуют, ну, тут тема сегодняшняя не база знаний, поэтому подробно про него рассказывать не буду. Ну, вот здесь справа классификаторы и, соответственно, возможности поиска тех или иных документов, например, по интересам техники безопасности. Какой-то там сейчас посмотрим, есть... по программированию, да? Ну, тут по программированию много всяких документов, да, в базе данных находятся. Так вот, для нас с вами важно, что в базе знаний, помимо непосредственно учебных или информационных ресурсов, присутствуют эксперты. Это как раз, помните, вот она, Наталья Савелова, которая являлась экспертом в области стратегии развития, которая мне доступна по той простой причине, ну, и здесь другие тоже эксперты есть, да, по той простой причине, что она заявлена в рамках информационной системы как эксперт по направлению, и область моих интересов, как обычного студента, совпадает с ее областью экспертизы. То есть для другого студента, у кого область интересов или, ну, профессиональных интересов отличается от моей, и там вполне возможно нет стратегии развития, соответственно, доступ к взаимодействию и взаимодействию с Натальей Савеловой, тот студент не получит, в отличие от меня, где область, еще раз повторю, моих интересов специальных, совпадает с областью экспертизы Натальи Савеловой. Вот такой интересный механизм, то есть автоматически в рамках портала ретономобучения получают доступ к тем экспертам, которые зарегистрированы у меня на портале и могут осуществлять, ну, если не наставничество, то хотя бы какую-то консультационную помощь, к которым я могу задавать непосредственно вопросы. Вот такие отличия обычных проектов от проектов типа профессиональных сообществ на портале электронного обучения. Соответственно, по сообществам, этими профессиональными занимается Модер Базы Знаний у него есть такой-то дополнительный раздел, который называется Мои Сообщества. С помощью вот этого блока он формирует перечень тех сообществ профессиональных, то есть фактически проектов, которые ведутся на портале и к которым могут вот по нескольким иным принципам, чем к учебным проектам, подключаться те или иные люди, зарегистрированные на портале. Вот, коллеги, вернемся давайте к нашей презентации. Секунду. На этом я несколько прервусь и стараюсь ответить на эти вопросы, которые, возможно, возникли в рамках моего короткого рассказа. Итак, поступил вопрос по программам учения. Нужна специальная программа, как ВУЗ должен приобрести? Да, действительно, то, о чем я говорю, называется платформа электронного обучения. Эта платформа используется, как я уже говорил, во множестве разных учебных заведений и организаций. Часть из них, вот здесь сейчас даже на слайде представлена, я ее, ну, отчасти называл, да, там, Уральский федеральный университет, Московский государственный строительный университет, Российская гидрометеорологическая служба для подготовки кадров, там, Газпром, нефть, Иркутская энерго, Газпрому, военно-морской флот используется для подготовки личного состава, Московский центр, тема-центр для подготовки преподавателей, ну, и много-много других, там, сотни организаций. Эта платформа называется E-learning server 4G, да, вот для того, чтобы зарезать все, о чем я говорил, она требуется. Я рассказывал, в общем-то, про то, как организовать проектное обучение в рамках этой платформы. Коллеги, подскажите еще вопросы, или все было достаточно понятно? Ну, хорошо, будем считать, что вы меня слышите, и вопросов пока нет, не обязательно в ВУЗ, как я уже говорил, здесь у нас в списке организаций не только ВУЗы, и промышленные предприятия, и коммерческие компании, и начиная, там есть пример даже использования в детских садиках нашего программного обеспечения, поэтому далеко не только ВУЗы, есть разные, да, наш главной офис находится в Санкт-Петербурге, я, собственно говоря, отсюда и вещаю, у нас снег, если кто-то есть из Петербурга, то подтвердит мои слова, да, снег и солнце, ну, в данном случае вот у нас, где-то в конце, в другом конце города дождик, а тут-то у нас конкретно вот снег. спасибо за теплые слова о нашей столице, да, северной. итак, если вы преподаватели, хотите освоить проектное обучение, а ВУЗ использует другую платформу, что сделать для того, чтобы вы могли один ее использовать? Вы пишите мне письмо, мой электронатый сейчас на экране, вы видите, да, димак, собачка, гипермет.ру, и мы вам предоставим доступ к платформе на тот период времени, когда вы хотите ее освоить, поможем сделать какой-то проект для ваших клиентов, да, в пределах наших возможностей. Если речь идет об отдельном преподавателе, то я думаю, что да, вполне возможно сделать это бесплатно для вас. Можно ли со мной сотрудничать при заключении договора? Конечно, можно, опять же, пришлите, пожалуйста, на мой электронный ящик письмо, я вам пришлю варианты возможного сотрудничества. Александр Войнищ, я понял, что вы с пиететом относитесь и с любовью к культурным столицам, я вас в этом абсолютно поддерживаю. Я тоже обожаю нашу столицу. хорошо, коллеги, если те, кто находится в Петербурге, приглашают к нам в офис, мы находимся не то чтобы в шаговой, на расстоянии вытянутой руки от станции метро Обухова, меньше одной минуты хода, те, кто находится вне Петербурга, например, в Екатеринбурге, то приглашаю вас на наш семинар, который состоится 26 апреля в Екатеринбурге в Уральском федеральном университете. Там точное место еще, я имею в виду, там аудитория неизвестна, но состоится с утра 26 апреля, я там буду рассказывать часа полтора или два про вообще в целом про платформу и в частности мобильное обучение, то есть как организовать обучение с использованием мобильных устройств, таких как смартфоны или планшеты. Милости просим. Да, спасибо вам за сравнение с проектом обучения в Соединенных Штатах в Новосибирске. После 26 я, к сожалению, не успею отдать до Новосибирска, поэтому, хотя был там правда достаточно давно, но для всех остальных городов мы с удовольствием можем организовать и организуем наши семинары, вебинары по такому же каналу правда на другой площадке. Сергей Никонорович, добрый день. Хорошо, коллеги, вам большое спасибо за внимание, за теплые слова в адресе нашего города и вот этого направления автоматизации деятельности проектной, поэтому приглашаю всех к нам на сайт, и на сайте вы можете видеть распорядок наших вебинаров, а также конкретные вопросы с удовольствием отвечу на них по электронной почте, которая сейчас представлена на экране. Спасибо всем большое, спасибо, всего доброго, тогда отключаюсь, раз нет больше задержанных вопросов. Уважаемые коллеги, я хотел бы поблагодарить вас за участие в этом интересном мероприятии, пригласить на наши следующие вебинары, и особо хотел бы поблагодарить Дмитрия Кричмана за такой подробный и интересный рассказ на нашем сегодняшнем вебинаре. Мы ждем вас на наших следующих вебинарах.